Ну что ж, и всем привет, с вами H-SavSin' и сегодня в рубрике Смотр и не боли у нас будет игра The Age of Decadence. Не знаю, что это за игра, это, как всегда, слепой смотр и ничего более, поэтому, если вам данная игра понравилась, не забывайте ставить лайки по данным видео. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что данное видео продолжит свое похождение на моем канале в виде стрима, либо в виде летсплея. Поехали! Так, что ж, Центурион, ля-ля-ля-ля-ля, отойдите туда, добро пожаловать на учебную арену, хорошо, только можно я аудио все-таки подрихтую маленько вот так вот, а то он орет, просто пипец, даже, наверное, вот так вот. А-а-а, идеальная громкость. Добро пожаловать на арену. Я пожаровал. Я готов с рождения начать новую игру. Ммм, по-моему... Так, прочтите справку в левом верхнем углу об управлении камерой, нажмите «С», чтобы перейти к экрану. Тут нет настройки и камеры. «С» — это, между прочим, его характеристики. Че сделать-то надо? У меня обучалка, короче, сдохла. Так, все, внизу. Обучение для лохов пошли с Центурионом говорить, мы уже готовы. Я буду вором. Дом раз, дом крас, дом кротан. Понятно, меня все ненавидят, кроме Стикса, 40 воров и еще какого-то там. А купцов все любят? Все любят купцов. Наемника тоже все любят. Бродяга. Ну, не всем насрать на него. Мошенник, всем насрать на него. Ученые все любят ученых. Претер. Это у нас кто? А знатные дома всегда ищут перспективных личностей, которые могут послужить их интересом. Возводят амбициозных людей в разнообразными умениями в ранг претерианской гвардии. Ах, херня какая-то. Ассасино. Вне зависимости от социального строя всегда находятся люди, предпочитающие жить незаконно. Да-да-да, поехали. Мельком глянем, я чувствую, тут будет жопа. Ок. А можно мне, пожалуйста, рандомно все распределить? Да, можно очи не распределять. И так сойдет. Да, Санта. Согласен. Какие тут непонятные загрузки, честно говоря. Вега, драйвера какие-то он делает 8-битный, 16-битный. Что происходит? А вот егзы. Мне нажать надо. Мир и империя, что правило, им лежат в руинах знатные дома управляющие. В общем, все плохо, все и хорошо. Мое приключение начинается в Тироне, маленьком разрушающемся городке. Вдали от чего-то там. Он умирал на протяжении последних 100 лет. Как и Тирон, правящий тут знатный дом, видал лучшие дни. Я понимаю. Ты зарабатываешь воруя. Я просто зарабатываю. Для главы гильдии 40 воров в юности тебе приходилось гнуть спину, чтобы заработать на пропитание. Потом ты помнишь, что такая работа не по тебе. Ты начал воровать все, до чего дотягивались руки. Становилось все наглее и наглее, пока тебя не поймали. И не стражники, а куда более опасные люди. Подручные када. Но они не перемотали тебе ноги, а предложили работу. И отказываться от нее было глупо. Ну еще бы. Так, 40 вагров, большая, судя по всему, неискоренимая сеть воров, контрабандистов. В Тироне действует дофига людей. Хорошо. Двое гориллообразных бандитов на входе кивают и убираются с дороги. Позволяете войти, как всегда, таверна полна. Все, как всегда, хорошо. Здрасте. Платежеспособный покупатель, да благословляют тебя боги. Гаю, с чем могу помочь. Мне нужны какие-то вещи. Да, Калей, ты мне рассказывай всякую дичь. Я это все выслушаю. А теперь покажи товары. Итак, вот как у нас, собственно, выглядит обмен. Знаете, мне очень честно... И очень сильно пахнуло Fallout 2, вот эта вот менюшка, честно говоря. Не знаю, чем люди, как бы, не восторгались, как бы это правильно сказать-то. Ну, в общем, на что люди хотели сделать подобную эту игру? На что, похоже, она должна была быть. Так, привет тебе. Конечно, дождаться полуночи. Забраться по стене, использовать веревку и скрытность войти внутрь, незаметно подняться по лесу. Скрытность. Неудача. Теперь выбора нет. Теперь только лезть по этой стене. Хорошо. Читать специально пока не буду, ребят. Просто смотр. Ты обходишь здание. Пока все тихо, но ты находишь веревку, свисающую с одной из балок. Должно быть ассасин. Забраться по веревке. Ты хватаешься. Там что-то происходит. Слушайте, я бы сказал, что это очень интересная стилистика. Походу, это текстовый квест. И это достаточно круто. В наше время их уже днем с огнем не сыскать. Они. Последний раз я их достаточно адекватно видел в космических рейнджерах вторые. Так, поискать ценности, остаться и сразиться. Нет, поискать ценности и убраться. Так, вернуться к када. Слушайте, ну типа уже вернулся. Показать ему всю добычу. Да чего ж приятно иметь дело с человеком, который хорош в деле. Я использую ее как следует отправиться к фэну ученому. Вывеска гласит. Много чего гласит вывеска. Тут просто, знаете, вроде как и мир какой-то есть. А квесты все идут. Точнее, вот этот первый. Идет как-то интересно, короче. Как зайти? Правая кнопка. Отлично. А, ты, наверное, фэн ученый, да? Может заоценить, заплатить, заплатить, закончить. Договорились. Получен гластор кого-то-то там. В общем-то, достаточно интересный квест, но тут, ребятки, надо читать. Надо читать. Если я читать не буду, я в итоге ничего не пойму, что от меня вообще хотят. То есть такая тут изометрия есть. Торговец. Стащить кошелек. Неудача. Хватает тебя за руку и отталкивает подальше. В смысле? А еще раз можно? Посмотреть товары. Всякая штукенция продается. Cancel. Что у меня? Шарик с желобами. Металлический шарик, опоясывающий его желобами. Понятно. Металл, железо, карта, грация. Ну, в общем-то, понятно. Торговля, все дела. Опять же, ребятки, не забывайте, что если вам данная игра понравилась, то ставим лайки по данному видео. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что мы еще посмотрим на данную игру. А игра, в принципе, обещает быть стоящей. Да, графуни, конечно, не завезли для всех задротов. Но тут, я думаю, уже больше не в графоне будет дело, а непосредственно в самих квестах. Я что-то уже хренову гору всего заплатил. Инвентарь есть у нас. У нас есть мухоморы, всякие грибочки. Лук есть. Есть обычный метательный снаряд. Собственно, у нас, как вы видите, дофига всего, что можно на насадить. Что тоже не может не радовать. Вот у нас есть алхимия, где мы можем использовать, не знаю, для создания пузырек яда. С мухомором ничего нельзя сделать, к сожалению. Облепиха? Да, облепиха. И минока какая-то. В общем-то, как вы видите, тут и даже алхимия есть, и, кроме того, есть и ремесло. Судя по всему, тут можно что-то, ну да, по кнопочке выковать тут можно что-то ковать, да? Скажете, наверное, вот это да. Но так и есть. Мне очень нравится управление на васт, честно говоря. Раньше я его не очень любил, но теперь я к нему достаточно неплохо привык так. Давайте с бездельником пообщаемся. Не сейчас. Гробовщик. Что ты имеешь в виду? Тогда дело. Ясно, какой другой вариант? Заплатить пять, продолжить, продолжить. И что теперь? Какой дом поддерживаешь? Что насчет домов Авери? Откуда ты все-то знаешь? Сантову прям нужен тигр, да? Без него никак. Спасибо за рассказ, закончить разговор. Собственно, интересно. Вот первый квест был достаточно интересный. Я не знаю, как заставить начать... Ой, как начать другой квест, даже не спрашивайте. Потому что я вот даже не вижу, как бы мне, допустим, када. Должи када, когда подготовишься к следующему делу. Хорошо. Отдавайте интерес ради. А где чертова таверна? О, кузнец. Ух ты, нихрена себе храмчик. Женщин держит. Я надеюсь, доступных. Так, посмотреть товары. И тут у нас, естественно, будут разнообразные товары. Но не для нас, потому что мы... В основном, скорее всего, будем одеты в кожу. Слушайте, ну, мне нравится. Мне нравится, как она выполнена. Прям интересно, интересно. Лавочник. Сюда, видимо, нам тоже надо добежать. Для того, чтобы там поговорить с кем-то. Не проще заглянуть. Вот, видите, опять квест идет, идет, идет. Мы либо убегаем, либо сражаемся. Опять убегаем. И типа все. Квест выполнен. Конечно же, надо все это читать. И это будет намного интереснее, чем просто тыркать все подряд. Но, как я еще раз повторюсь, мы все-таки здесь не квесты выполняем, а просто смотрим геймплей и саму игру. И я бы сказал, что игра достаточно стоящая. Ладно, давайте, наверное, уже смотр будем заканчивать. В принципе, как вы видите, версия игры 1.1. То есть она уже из беты вроде как вышла. Это уже, можно сказать, как это... Легально я хотел сказать. Нет, это уже не локализация. Ну, короче, это уже конечный продукт, который будет дорабатываться и обновляться, дополняться всякими модами. Не знаю, там, новыми квестами и всем остальным. По крайней мере, я так понял, когда читал про эту игру. Ну что ж, ладно, давайте на этом будем заканчивать. С вами был Age of Sin. Это была игра The Age of Decadence. Всем спасибо за просмотр. Не забываем про лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok